итак ребят приехал я снова в гости к своей очень хорошей знакомой вот и залез на чердачок и кое-какие предметы я с собой увезу с ее разрешения она говорит ей уже не надобности так что сейчас я вам покажу находки которые я возьму с собой и в дальнейшем вы наверное увидите все таки я как-нибудь сниму сюжет как я передаю свои находки в краеведческие школьные музеи частенько я практикую это и все-таки решила сделать видео фильм который будет посвящен именно непосредственно передачи находки находок в краеведческие музеи так что думаю будет вам тоже интересно и вы возьмете на заметочку и тоже будете передавать свои находки как говорится нашим деткам чтобы они не забывали откуда они родом и передавать в краеведческий музей а сейчас я покажу вам находки в принципе они ничего ценного не стоит но как история края довольно таки интересно так что смотрите ну а для начала хочу вам показать вот такое незамысловатое оборудование состоящее из дерева вот кстати внешняя часть выделывалась из цельного дерева вот и внутри у нас вот такая вот конструкция вот так вот все верстится при помощи ручки и это знаете что это у нас масло бойко так называемый вот таким вот способом делали у нас в свое время в старину наши бабушки прабабушки именно масло которое мы сейчас употребляем на завтрак а раньше вот вы делали вот таким вот способом все делалось из дерева натуральный такой вот продукт ну а следующее что у нас это довольно таки тоже интересные вещи вот это у нас хомут вот это у нас одевалась на шею лошади и при помощи телеги получалась вот такая вот тяга вот и вторая вещица довольно таки тоже не менее интересно это у нас седло седло вот кожное к сожалению уже потертое но сами понимаете это был предмет обихода ежедневного раньше вместо машин скакали на лошадках к сожалению не шикарное состояние но довольно таки еще бодрая вот все на месте все причиндалы вот вот такой предмет очередной я буду сдавать в краеведческий музей вот при школе так что я думаю сюжет войдет как я буду передавать это все ну а так что приехал я в гости погулять на день рождения так что сейчас наверное за стол итак ребят всем привет сегодня у меня очередной выпуск выпуск у меня связанный не с копом ну в какой-то степени затрагиваем сегодня мы сдаем очередной раз исторические находки связанная с краем нахожусь я около своей школы ну вот одна из моих сегодняшних экспонатов это нас седло очень интересное то что она полном сборе все пряжки все ремешки вот такой вот хомут тоже интересно тем что все здесь настоящее все живое все кожные предметы на месте вот выйти в хлястики вставлялись у нас тяги ну по местным экспонатам принципе вот так вот интересно в принципе и вот масло бойчика если вы узнаете как я его подымал с чердака с чердака старого дома вот она теперь он будет радовать глазки маленьких зрителей ребят привет выхлему на очередной год а сегодня я не один с одним из знакомых на прошлых копах я познакомился с ним а я думаю что он у нас и выпадет а шмурдяк я вам показывать не буду покажу только интересные находки и потом общим планом что у нас получилось так что посмотрим посмотрим ветер очень сильный не знаю как будет в камере слышимость вот но результат итог вы посмотрите не знаю как у нас сегодня вы так что смотри не переключайся итак ребят у меня находка хожу я по задам участков здесь вот ряд церковью церковь в которой мы приезжали вот у меня находка находка ничего особенного но разве то что сафранчик очень хороший у нас три копейки двадцать шестого года такая зачетная монета да сейчас я вам покажу все находки которые я не снимал с того что полный шмурдяк отстой приехал за царями а царей совсем нет сейчас я на лопатку выложу все находки которые я сделал их немного но интересно можно чем показать так и за интересно вот такая интересная вот накладка очень любопытно такая знаете мельница какая-то старая такая знать но цвет металла железо накислилась и я его из-за этого поднял вот такой вот еще жетончик вот такой жетон тоже непонятного характера я бы его не брал но в центре имеется какая-то надпись что за надпись может быть чуть позже разглядим так вот такой вот еще совет убитый напрочь у нас три копеечки 61 года ничего особенного продолжаем гулять дышать отдыхать заниматься любимым делом так ребята устали мы по полям ходить и решили спрятаться в тенечке и пошурфить нашли вот такое здание оно у нас уже внутри начатое шурф лена ребята здесь вот тоже есть шурф раз такой объем работы выполнен возможно находки здесь были и мы хотим попробовать тоже зашурфиться здесь до конца добить день и уже отправиться домой по словам здесь раньше был как бы купеческий дом советское время превратилось в почту рядом с этому с домом была ярмарка вот за этой вот стеной ярмарка но посмотрим все конечно все сами увидите ну включусь когда будет находка и так ребят первая находка в этом шурфе ну как находка я все-таки отнесу вот такая вот монетка окаменелая такая знаете сказать что за монета не могу либо одна копеечка советская или же одна четвертая копейки не знаю окаменелость прям жуть определить номинал монеты совсем нельзя невозможно где-то полчаса и первый сигнал только он там он еще один зачетный домик стоит тоже старенький как вы видите возможно тоже какой-то магазин был потому что деревня была очень богатая ну а так пошевыряемся еще немножко неохота мне ходить по жаре по солнцу так что останусь здесь продолжаем так ребят здесь вот такой домик сейчас мы зайдем посмотрим может не шурфленый здесь вот заложен шурф очень здоровский шурф и здесь тоже шурф и вы знаете любопытный факт смотрите вот она лежит кругленькая интересно что это это у нас советская монета 3 копейки так 3 копейки 50 четвертого года даже копать не пришлось зачетно ну ладно итак ребята возвращаемся уже домой решили заглянуть на моё поле которое я прошлом сезоне открыл в этом несколько раз выезжал находки здесь принципе советские все вот и как-то на рыбалке я был видел здесь снова пахал трактор и вот смотрите как идеально трактор все спахал про барновал вообще идеальное поле ни одного крупного комка и был у нас дождь недавно и и смотрите верховая верховая находка сразу могу сказать что это советик трешка чистенькая дождик ее вымыл берем смотрим и это у нас пятьдесят третьего года пятьдесят третьего года трешечка с ссср вот такая вот находка зачетно вот так вот здесь мы ходили но после барановки снова находки продолжаем итак ребята очередной сигнал надеюсь что это монета берем в руки и смотрим герб советский а здесь как калик непонятной ну по размеру пятнашка квадрате такая монета до тысяча девятьсот тридцать тридцать пятый похода или что-то в этом роде тридцать шестой ладно продолжаем итак ребята у меня очередной сигнал и с радостью могу сказать что это монета монета советская вот она у нас лежит смотрим что за монета так монета тридцать пятого года три копейки тридцать пятый так герб в каком сохране у нас ну в принципе герб неплохом бодрым таком сохранчике зачетная монета забираем не оставлять же ее здесь нет конечно земле и народные предметы тем более металлы не к чему а нам в коллекцию самый раз итак ребята вон в той вон ямочке вот в этой я поднял три копеечки прошелся вот сюда вот был сигнал и вот в камушке как вы видите торчит гурт сейчас вместе с вами будем ее распаковывать да это у нас монета монета что у нас за монета три копейки сейчас скажем год у ребят дэйт год совсем свежий 1961 да 61 год ничего особенного сегодня у меня такая уже была так что ладно у Толяна что-то ничего пока нету ну ничего посмотрим дальше итак ребят у меня очередной сигнал и это у меня очередная монета монета у нас 10 копеек 1950 года рамочник ну в принципе неплохого такого состояния но мудручающий вид имеется на нем какие-то изъяны в виде ударов ну ладно а так рельеф высокий забираем и продолжаем итак ребята сигнал за сигналом пошел вон там у меня только что поднял монетку 10 копеек прошел немножко в сторону и выпал очередной монетоз наверное 2 копеечки судя по размеру о старый герб это радует что за монета 10 копеек щитовик 33 года 10 копеек рамочник был только что а сейчас щитовичок все продолжаем там вон Толян лазит у него очень странный прибор какой-то непонятный как называется я так не могу запомнить какой-то непонятный чисто американский ну ладно продолжаем итак ребята только что вот в этой ямке я поднял 10 копеек в этой был сигнальчик и поднял еще одна вот она еще одна монетка это у нас советик очередной я удивился бы здесь поднял царя и год 1941 год двушечка классно между прочим вот на этом пятачке последние наверное 6 монет поднял походу здесь в свое время был дом и его постепенно все разносит и распахивает и я как первую находку сделал я радиусом вот так все больше делал больше и больше и того у меня радиус уже получился наверное в диаметре метров 15 вот и все увеличиваю и увеличиваю этот радиус и находки в принципе нормальные вон оттуда я начал и пошел пошел увеличивая радиус и в конечном итоге две подряд находки прямо здесь вот рядышком ладно продолжаем и так я ребята позвал Толяна сюда потому что здесь находка за находкой вот у меня очередной монитосик выпал ну к сожалению уже какой-то каменный по размеру двушка а так непонятно что это не знаю что это такое что-то какой-то странный может даже не монета какая-то она легкая ну ладно что-нибудь интересно будет продолжу вот такая фиговина итак ребята буду заканчивать свой видеокоп коп получился грубо говоря третий подряд ну мягко сказать говнокоп какой-то у меня получился но все же сделаю отчет по находкам по традиции изменять традиции не собираюсь так что коп как он есть кладов нету пока показывать хвастаться нечем так что копаем то что на самом деле есть многие выкладывают клады шикарные там видео выходы но не знаю как у них но у нас пока все плачевно так что сейчас обзор по обзору у нас получилось вот так вот сегодня мы копали с Анатолием и получилось у нас вот так вот вот такой вот разряд шмурдика по монетам вот такое количество это у нас большое количество трешек получилось трешка 26 54 53 61 это тоже 61 35 интересная монета так это у нас пятнашка две двушки 41 и 48 червонцы полтинник до 50 33 это непонятно и это непонятно ну и по царям как получилось двушка 1908 года такая бодренькая и копеечка немножко убиенная но царь есть царь 1896 года вот так вот результативно мы сегодня отдохнули погуляли набрали вот такое количество находок покатались прилично искатали много мест и в итоге оказались в этом красивым зачетом месте ну и все на этом и закончу всем пока и удачи 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 Субтитры создавал DimaTorzok